Скажите, пожалуйста, что у вас сейчас происходит в Сухуми, пытаемся мы понять, потому что много говорят у нас о том, даже шутят, что из-за того, что в Сухуми так и не было никогда курортного сезона после 8 лет фактически русской оккупации, как это называют в соцсетях, вот Абхазия наконец поняла, что что-то не так, и вот приравнивает эту ситуацию к Крыму сегодня, и вот что вы думаете, почему люди вышли, вот почему оппозиция протестует? Ну, давайте начнем с того, что курортный сезон у нас есть, каждый год и очень хороший, сейчас у нас тоже достаточное количество курортников. То, что касается того, что вы чуть и вышли на общенациональный сход, это связано с такими же проблемами, которые существуют везде и у вас на Украине тоже, люди недовольны по власти. Организовала сход, это общенациональный сход, организовала действительно объединенная оппозиция. Это 11 партий и движений, которые входят в состав Координационного Совета. Сход был объявлен на 27-й, то есть он прошел вчера в 2 часа дня, на нем были представители всех районов, были депутаты парламента, были представители оппозиции и так далее. Стребования схода были связаны, ну, я уже сказала, с недовольством политикой власти, с требованием реформы, с требованием баланса власти. Но я вам должна сказать, что общенародные сходы в Абхазии, собственно говоря, традиция, и та ситуация, которая сегодня сложилась, она, скорее всего, связана с тем, что впервые в истории Абхазии президент отказался в инфекции по общенациональному сходу. Вот с этим и был связан, я бы даже не назвала это захватом здания, потому что президент убежал во время переговоров, которые велись с ним, и захвата здания как такового не было. Люди вошли в здание уже позже, там была небольшая, я бы даже не могу назвать это дракой, потому что просто сотрудники госохраны и представители авторитетического центра пытались препятствовать спасению здания администрации. На сегодняшний день митинг продолжается у зданий администрации. Люди остались на ночь. Сегодня днем количество людей начало увеличиваться. Утром прошло заседание сессии парламента, на которую депутаты собрались частично. То есть принимать какие-то законы с конституционными поправками у них не было возможности. И они приняли просто обращение к народу, которым призвали всех к национальному согласию. Сегодня вечером была попытка провести другой сход, даже, наверное, не сход, а митинг, там же на набережной, но на другой части набережной, прошел другой митинг, собрались сторонники президента, в основном это были чиновники, главы администрации сел и районов, представители бюджетных организаций. На митинге собралось не более полутора тысяч человек. Митинг продолжался часа полтора-два, на этом закончился. Сегодня же в Абхазию прибыла большая делегация из Российской Федерации. Это представители администрации президента Путина во главе с Шурковым, представители главы, встретились в министерстве и ведомстве. И вот на теперешнее время, вот на сегодняшний час, они ведут нас в такую чумочную дипломатику, то есть они с представителями оппозиции, встретились с народными, с представителями народного отхода, и сейчас они отправились к президенту на переговоры. На самом деле в Абхазии все эти мероприятия проходят в достаточно спокойном зоне. Нет ни драк, ни потасобок, ни противоречий между представителями различных митингующих сторон, они прекрасно между собой общаются, и нет того, что, к сожалению, было у вас на Абхазии. Изита, спасибо, нет у нас много времени, но вот хотела спросить, я, насколько я знаю, то вчера вот на митинге оппозиция заявляла, что вот проблема в том, что бюджет страны состоит на 70% из дотаций извне, то есть и задавали такие вопросы, может быть, может ли быть независимой страна, где такие большие дотации, да, где вот нет собственной экономики фактически, да. Скажите... Мы тоже этим недовольны, мы тоже этим недовольны, об этом и ведет речь и народ на отходах, об этом ведет речь оппозиция, мы тоже этим недовольны. На самом деле я считаю, например, что страна экономически самостоятельна и могла бы самостоятельно содержать себя. Конечно, какие-то дотации нужны, но, скорее всего, они не должны быть. 60% на стужении. Не синий. Понятно. Спасибо вам, Изита, за то, что нашли время включиться для нас.